Меня зовут Юрий. Наклоняешь трицикл с полным комфортом автомобиля. Идея очень проста. Монопольно производить и продавать, не вырить, транспортного средства. Именно такой трицикл, который экономичнее, чем автомобиль, и комфортнее, чем скутер и мотоцикл. Разработана, запатентована и испытана на опытном образце независимая подвеска, позволяющая наклонять движение трицикл в сторону поворота и фиксировать ее на стоянках, остановках или при движении на малых скоростях. Это я на нем катаюсь. Рынок Нечторного МАУС. Существует тем, что очень дорогая подвеска электро-гидравлическая плюс компьютерное управление. Здесь очень простое. Были созданы Карвер Ван, прекратил в 2009 году. Японский Айрач сейчас пытается завоевать рынок. Многие французские компании и так далее. Учитывая, что у многих странах есть государственные программы на экологически компактные транспортные средства для городов, службы, быстрого реагирования, а также для бизнеса, быстрой доставки, первый год продажи планируется около 3-5 тысяч экземпляров в каждой стране. Но на следующий год количество продаж может вырасти до 100 тысяч. Проблема новая топа в том, что разрабатывали трицикл с нуля. На выходе получался дорогостоящий трицикл. У нас есть возможность не вкладывать первоначальную разработку, а имея дешевую подвеску, которую запатентовали, запатентовали в стране, где уже производятся водокие, ненаклоняемые трициклы. После этого сразу же их продавать. Деньги будут вкладываться только в патентование в тех странах, где мы будем продавать, доработку трицикла и в продаже этих трициклов сразу же. Есть патентное изобретение задней дизельной подвески колесо-транспортного средства. Позволяет отклонять транспортное средство в поворотах для нивелирования с отребежной силы с помощью удержания равновесия, как на двухколесных скутерах, на циклах или велосипедах. Одновременно позволяет фиксировать транспорт в вертикальном положении на остановках, стоянках, также для движения с малой скоростью. Еще поданы две заявки на изобретение. Подана международная заявка по системе ПЕСИТИ, установленная на самодельном трицикле и успешную эксплуатацию. Я катаюсь уже годик. Основной конкурент это Китай, не из-за того, что у него есть такая же подвеска, из-за того, что увидев такую подвеску, он сразу скопирует, но что-то производит. У них тем более очень много предприятий, которые специализируются на трициклах, если видели трициклы в Китае, очень много. Преимущество данной подвески в том, что она очень дешевая, от 100 до 200 долларов, в зависимости к качеству материала производимого. При переоборудовании любого трицикла они будут влиять очень сильно на стоимость. Полностью механической, без применения электрических и гидравлических кузлов, а также без бортового компьютера, который был на КАРМЕР-ВАУ. Подвеска запатентована, дает возможность монобольно производить эти трициклы. Инвестиции нужны. Первое, для международного подготовления в тех странах, где мы собираемся продавать. 7000 евро, это европейский патент, отдельные патенты США, других стран 5 тысяч долларов в каждой стране. Открытие компании, доработка трицикла и создание торговой сети. Для начала, первая компания от 80 тысяч долларов. Закупка трицикла для продажи, сразу же. 200 трициклов купить и начинать продавать, 300 тысяч долларов. Доход или валовая прибыль от 30 до 40 процентов, при стоимости трицикла 2000 долларов. Инвестирование будет проходить три этапа. Первый месяц нужно подать заявку, около 20 тысяч. Второй, открыть компанию в Китае. Там же набрать сотрудников из наших ребят. Там же начинать переоборудовать этот трицикл, найти компанию. Это 80 тысяч долларов. Третья закупка первой партии. Трициклов, 200 штук. Ну, 100 тысяч долларов, это для торговли подушка. Команда будет состоять из представителей инвесторов. То есть, кто будет инвестировать, как бы, в финансовый директор. Естественно, там нужны будут главные конструкторы. Команды сейчас нет. Секретная подвеска, пока еще никто о ней не знает. Вот, компания уже сейчас продает в Китае тысяча долларов вот такой электрический трицикл, но не наклоняется. Вот его переоборудуем, начинаем продавать. Спасибо. Продажная стоимость наклоняем на трицикла 2000 долларов. Есть такой же вариант, а это дешевле, конечно. Долгов заключит с салонами. Вопросы другом. Конкуренты, они не захотят продавать. Если вы пойдете в автомобильный салон, он увидит, что их будут продавать быстрее. Или же мотоциклетный тоже, потому что мотоцикл нельзя продать. Да, мы уже обращались, пытались. Ну, это все зависит от рынка внутреннего. Это отдельная категория транспортных средств? Это новый вид транспортных средств между автомобилем и мотоциклом. Это крытый мотоцикл с полным комфортом в автомобиле. А для того, что движение как распространяется на него? В Америке уже ездят, ездят, ну как сейчас ездят в Японии на Айрак? Ездили уже на Каруанах. Категория прав. Я понял, в каждой стране по-разному. Это нужно будет изучать и пробовать. У нас это категория. У нас это мотоцикл в зависимости от кубатуры двигателя. Если это электрический, это будет электрический. А покупать, зачем покупать наклоняемый, если есть не наклоняемый? А вы не проявите скорость выше 40 км в повороте? А как они об этом узнали? Кто? В больнице. В смысле? Вы ездите на мотоцикле, вы входите в поворот, наклоняетесь. Когда вы подъехали к светофору, вы спускаете ноги, чтобы остановиться. Здесь этого делать не нужно. Вы подъезжаете с светофором автоматически, становится трехколесным. То есть фиксируется. Когда вы набираете скорость, он начинает поворачиваться за счет вашего равновесия. Как мотоцикл, спрашиваю. А сколько всего производится в год, не наклоняемо? Ну, я рынок Китая не изучал. Это одна из компаний, которые продают сейчас, может, прям сейчас 20, ну, до 10 тысяч можно заказать. Таких компаний от 5 штук. То есть сейчас рынок Китая уже и производит. Это электрический, есть бензиновый, есть, кстати, его можно делать гибридный. То есть одно колесо будет бензиновое, а второе электрическое. Крайний вопрос, пожалуйста. Вы говорили, что я принимаю соцсетки уже готовые, но если я их переобручу, то есть вопрос, где мешает соцсетки, а что это мой банк? В том-то весь секрет, почему ехать в Китай. Чтобы китайцы сами с собой воевали, мы заключаем договор о совместном производстве. Они же будут их производить, они будут иметь часть патента, и они же будут нам помогать защищать этот патент. Мы можем совместно с ними производить. То есть мы переоборудуем совместно. Если мы сами выйдем на рынок, нас задают те же китайцы. Нужно работать совместно. После этого мы вкладываем деньги в разработку нового трицепта с нуля. А какие есть трицепты, которые не имеют, а для кем-то, не знаю. Есть эта электрогидравлическая подвеска, Карл Лан. Но он в 2009 году прекратил существование за ступороговизны. Стоимостью около 50 тысяч долларов. От 30 до 50. А какой? Какой трицепт он в основном будет использовать? Я прошу прощения, время вышло и на ответы, поэтому можно будет продолжить.